Смотрите сегодня в программе. Крушение дельтапланов Душкина. Погибли два человека. Матрос погиб на учениях в Приморье. Дети-бегунки – главная тема программы. Дельтапланов Дельтапланов Матрос-контрактник погиб во время учения ТОФ у берегов Приморья. 24 августа во время плановых занятий в машинном отделении ракетного катера Р-20 произошел выброс отработанных газов. Матрос задохнулся. Еще один пострадавший доставлен в госпиталь ТОФ. Ему оказывают медицинскую помощь. Почему дети сбегают из дома? Только в этом году во Владивостоке сотрудники транспортной полиции задержали шестерых подростков, которые приехали в город у моря за романтикой и на поиски приключений. География побегов широка – от Москвы до Южно-Сахалинска. Летят самолетами, добираются автостопом, ночуют в подъездах, голодают, но бегут. О детях-бегунках рассказала в интервью нашей программе Елена Дремина, начальник подразделения по делам несовершеннолетних Владивостокского линейного управления на транспорте. У нас сегодня очередной непростой разговор с сотрудниками транспортной полиции. Наша сегодняшняя беседа о детях-бегунках. 26 июля сотрудники транспортной полиции на железнодорожном вокзале поймали мальчишку, который приехал во Владивосток из Читы. Что толкнуло мальчика? Насколько я знаю, он числился о пропавшем без вести. Он достаточно долго где-то скитался. Выяснили, что толкнуло мальчика на побег из дома. Его дальнейшая судьба. Ну, подростка задержала патрульно-постовая служба транспортной полиции на вокзале. Он привлек своим неопрятным видом, был очень уставший. Задержали сотрудники. Голодный, вероятно. Да, голодный был. Привели его в дежурную часть, и уже мы разбирались, откуда ребенок. Несовершеннолетний прибыл сюда из Читы, добирался автостопом. Естественно, родители подали в розыск. Ребенка, как только обнаружили, что его нет. Он уже находился в розыске пять дней. В городе Владивостоке он был три дня. Ночевал, где придется. В подъезде, на вокзал потом пришел. Последнюю ночь ночевал. Мотивация посмотреть море, искупаться в море, так как никогда не видел его. Собственно, что он и сделал. Приехал, искупался. Да. При себе у него было всего лишь 500 рублей. На обратную дорогу денег нет. Был голоден. Мы его накормили. Ну и, в принципе, поместили его в реабилитационный центр, где он и дожидался родителей своих. Мальчик из благополучной семьи или это какая-то асоциальная? Нет, мальчик из благополучной семьи. Было просто у ребенка желание увидеть море, и вот это его сподвигло к уходу из дома. Насколько я знаю, такие случаи, к сожалению, достаточно нередкие. В этом году уже шестерых ребят, считая этого мальчика, задержали сотрудники транспортной полиции. И не всегда это дети, как мы уже сказали, из неблагополучных семей. Что это за случай? Расскажите нам, пожалуйста. В январе месяце этого года были задержаны четверо подростков, которые прилетели из города Москва. Ребята также прибыли посмотреть город Владивосток. Накопив деньги, они спланировали эту поездку. Накопив деньги, они, собственно, приобрели билеты. У них были деньги на обратные билеты, с собой еще сумма денег для того, чтобы здесь прожить какое-то количество дней. А какого возраста дети? Дети 15 лет. 15-16 лет. Четверо парней. В аэропорту в Москве написали они смс-ку своим родителям, что мы летим в Владивосток, не волнуйтесь. В общем, конечно же, родители тут же прибыли в аэропорт, но самолет уже вылетел. В принципе, тут взаимодействие полиции. Полиция сообщила о нам, и мы уже встречали этих подростков по прибытию. Насколько я знаю, сюда они приехали делать большой бизнес. Да, у них с собой был бизнес-план, сподвигла их на эту идею история некого американца, который заработал свой миллиард на продаже кроссовок. И, в общем, они решили, что город Владивосток – самый подходящий город для начала такого бизнеса. Город Владивосток манит либо морем, либо своей успешной коммерцией. Да. Скажите, пожалуйста, что, по вашему мнению, толкает детей на побег из дома? И вот, может быть, это какая-то неосведомленность в том числе и о своей ответственности перед родителями, перед родительскими переживаниями? Ведь страшно представить, что там родители пережили. Ну, конечно. Ну, причин на самом деле очень много. Это и тяга к неизвестному, к познанию чего-то нового. Это и, может быть, побег от какой-то проблемы, может быть, от родительской ссоры, от... даже получив плохую оценку в школе и боязнь какого-то наказания, получения домашнего, дети уходят из дома, а потом боятся вернуться, потому что могут их опять наказать. Это и насилие, и жестокое обращение, может быть, даже чрезмерное баловство. Чрезмерная опека. Чрезмерная опека, да. Либо несправедливость по отношению... Ребенок чувствует к себе некую несправедливость, да, от родителя. Какое-то несправедливое, может быть, даже наказание, как ему кажется. Зачастую это бунт, то есть против родителя, его правил. Ну, и бывают случаи психических расстройств, да, это тяга к бродяжничеству. Это тоже не исключение. Ну, а в случае вот с этими четырьмя подростками, которые прилетели во Владивосток делать бизнес, это явно не тяга к бродяжничеству. Да, но это больше познание чего-то нового, неизведанного, наверное. Ну и опять же, вот история с бизнесменом. Да, современный мир диктует детям в том числе свои правила. Но, конечно, мне кажется, что в этой ситуации скорее здесь неосведомленность о том, какие эмоции... В общем-то, безответственное отношение к родителям в том числе. То есть дети как-то не несут ответственность за то, что какие эмоции испытают... Ну, дети об этом не думают. Дети не думают о тех переживаниях родительских. Дети не думают о тех опасностях, с которыми они могут столкнуться на улице. Их не пугает ночевать где-то в подъезде. Их не пугает голод. Они представляют, что могут попросить у прохожего ту же булочку возле магазина. И, в принципе, найдется человек, который купит ему эту булочку, он перекусит. И, в принципе, это не проблема. Они не видят в этом проблемы никакой. А какие опасности их в дороге? Ну, я понимаю, что вопрос звучит весьма странно, потому что, добираясь из Читы во Владивосток автостопом, произойти в дороге может все, что угодно. Начиная от какого-нибудь дальнобойщика с непонятной психикой, заканчивая дорожно-транспортным происшествием. Все, что угодно. Давайте об опасности их еще раз предупредим наших зрителей. Во-первых, ребенок может сам попасть либо под машину, либо с ним что-то может случиться. Если это зима, где-то можно ведь и заболеть, и замерзнуть даже. Во-вторых, он может попасть под влияние недобрых людей. И здесь, конечно, родителям необходимо объяснять детям, что на улице их может поджидать любая опасность. И любой чужой человек, это не значит, что человек хороший, с добрыми намерениями. И, конечно, здесь может и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Зачастую дети, убегая из дома, чувствуют некую свободу и неограниченность в любых поступках. Они начинают пробовать алкоголь, где-то наркотики. Что первым делом? Протест, бунт родителю. Я могу уже покурить. И понятно, что здесь они могут попадать под влияние других подростков и попадать вот в эту негативную обстановку. А вот этих подростков, которые прилетели во Владивосток из Москвы, вернули тут же домой, да? Нет, мы их также в репутационный центр поместили. По законодательству мы должны обеспечить ребенку питание, некое проживание, где он ожидает своих родителей. Они не могут ждать в полиции много часов или суток. Там неизвестно же, когда родители смогут забрать. Ну и так же ожидали родителей в этом центре. А история про девочку из Южно-Сахалинска, которая 15 лет. Она как попала во Владивосток, тоже самолетом? Да, она также самолетом прилетела. Это тоже был спланированный побег из дома. Здесь уже причина конфликта в семье. Она бежала от недопонимания в семье, от родителя. Который, по ее мнению, держала ее, можно сказать, на привязи, не позволяя того, чего ребенок, в принципе, желает. С некой свободой, общения с кем она хочет. Она от этого бежала. И, собственно, познакомившись по интернету с парнем, она нашла в нем родную, понимающую душу, можно так сказать, который, в принципе, ей и предложил поездку к нему в Тверь. Этот парень ее здесь встречал. Шанс уехать из дома был путевка, приобретенная в лагерь. А, то есть девочка ехала в лагерь. Девочка ехала в лагерь, да. До лагеря не доехала, видимо. Должна была самостоятельно прибыть туда. Была приобретена путевка родителям. И, прибыв в город Владивосток, она написала смс-ку маме, что я в лагерь не поеду и меня не ищите. Потом, встретившись с парнем, уже на железнодорожном вокзале нами были предприняты все меры к поиску. И, в принципе, мы их задержали на вокзале. Ну, то есть от родительской гиперопеки вбежала, в омут с головой кинулась. Да. Тоже за поиском каких-то новых эмоций, видимо, свободы. Понятно. А скажите, пожалуйста, дети, которые бегут из дома, какого, как правило, возраста? Это явно какие-то подростковые, да? Вот возраст сильный. Возраст от 10 до 17 лет. То есть это могут быть, да, вот как вот маленькие, да, там, ну, относительно маленькие 10 лет. И уже подростки вот до 17 лет. А что делать родителям, чтобы все-таки этого не случилось, чтобы ребенок не сбежал из дома? Вы как-то проводите какие-то профилактические беседы или направляете к психологам? Или ваша задача только вот, собственно, поймать, да? Дальше уже занимаются специалисты узкие? Нет, конечно, профилактические мероприятия мы проводим как в учебных заведениях, так и на родительских собраниях. Различного характера у нас беседы, лекции с родителями и с самими детьми учащимися. И также объясняем детям об опасностях, какие могут они встретить на улице. И предупреждаем родителей об этих опасностях. Ну, прежде всего, тех детей, которые возвращают полиция в семью, конечно, мы рекомендуем обращаться к психологам. Потому что не каждый родитель может найти причину, по которой ребенок ушел. И если же причина в самом родителе, конечно, родитель не может дать себе адекватную нормальную оценку. И согласиться со своей неправотой. Грубо говоря, может даже усугубить в каком-то смысле ситуацию. Спровоцировать повторный побег. Либо посадить, наоборот, ребенка под замок, что действительно спровоцирует его на повторные побеги. Но для тех родителей, которые... Дети не убегали еще из дома, но они опасаются. Совет может быть банальный, но он такой... Нужно общаться с детьми, разговаривать с ними ежедневно. Не то чтобы там, вот сегодня я тебя воспитываю, сегодня я узнаю, чем ты живешь, а завтра мне просто некогда. Нужно жить его делами, его победами, его, наоборот, падениями, общаться, знать его друзей, знать, чем он занят. То есть все должно быть в каких-то доверительных отношениях. Конечно, это работа не одного дня, это должно быть постоянно. А нужно ли контролировать странички в интернете, которые ребенок ведет, его общение в интернете? Как-то это же тоже толкает к ощущению внутренней, а потом внешней свободы? Конечно, чрезмерная слежка, она ни к чему хорошему не приведет, безусловно. Каждый ребенок, это личность, которая хочет свою... Оградить свою территорию. Оградить свою территорию, свою приватность. Да, конечно. И где-то, не то чтобы, может быть, секреты есть у каждого человека, но где-то есть что-то свое личное, которое бы он не хотел показать даже тому же родителю и даже другу. Ну, может быть, наоборот, другу, а родителю бы он не показал. Поэтому чрезмерный контроль, он ни к чему, опять же, вот повторюсь, хорошему не приведет. Но желательно, чтобы это было с разрешения самого ребенка. Чтобы, может быть, как-то непринужденно вместе что-то посмотреть. Посмотреть, может быть, фотографии в телефоне. Как-то вот все на доверии. То есть ребенку должно быть в первую очередь хорошо и комфортно дома с родителями? Да. Но если все-таки случилось, не дай бог, и ребенок сбежал, что делать родителям, какие шаги предпринимать? Ну, прежде всего, конечно, не поддаваться панике, собраться с мыслями и начать обзвон всех друзей, знакомых, родственников. Может быть, классного руководителя, тренеры, репетиторы, ну, всевозможные те лица, с которыми, в принципе, ребенок соприкасается. Если же это не привело к положительному результату, конечно, нужно обращаться в полицию. Но чтобы облегчить и быстро предпринять какие-то шаги к поиску, что вот для полиции очень важно, это, безусловно, последняя фотография ребенка, то есть самая свежая. Это знание, точное описание, во что ребенок был одет сегодня. Желательно до приезда полиции подготовить список телефонов, адресов всех знакомых, родственников, друзей, тех мест, где он мог бы находиться. Ну, а там уже по то, что будет уже советовать полиция, уже совместно подключаются волонтеры, общественность. С разрешения родителей идет распространение фотографий ребенка, и уже ведется активный поиск. Ну, в общем, как правило, к счастью, бегунки все-таки находятся, я так понимаю. Как правило, да. Да, это очень хорошо. Спасибо вам большое, Елена Геннадьевна, за ценные советы, за полезную информацию, за истории интересные. Будем надеяться, что в городе Владивостоке, в нашей стране, дети будут меньше убегать из дома. Да, будем надеяться. Если вы стали очевидцем интересного события, присылайте свои материалы на нашу редакционную почту или ватсап. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...